Впереди только дорога Впереди только дорога А улицы ночного города становятся ареной для стритрейсеров Эти люди не мыслят жизни без адреналина в крови и ощущения риска Для настоящих гонщиков, наверное, это спорт И они приезжают без всего Они приезжают без допинга Для них допинг – это трасса 402 метра Это адреналин, который они получают Который невозможно получить нигде для них Они получают его здесь, это как наркотик В нашей стране движение стритрейсеров появилось относительно недавно Но стремительно набирает популярность После выхода на экран в 2001 году фильма «Форсаж» Стритрейсинг из малоизвестного явления становится массовым увлечением Фильм не только способствовал развитию уличных гонок Но и породил некоторые мифы Попробуем разобраться, что такое настоящий стритрейсинг Попробуем разобраться, что такое настоящий стритрейсинг Попробуем разобраться, что такое настоящий стритрейсинг Многие полагают, что уличные гонки – это ночные заезды на четверть мили Однако в этом определении заключена лишь малая доля правды Понятие стритрейсинг объединяет в себе несколько видов уличных гонок Заезды с места на скорость, уличное ориентирование и гонки по пересеченной местности Кольцевые гонки с лалом, управляемый за нос И это, пожалуй, самые распространенные виды соревнований среди уличных гонщиков Кроме того, у стритрейсеров есть своя философия вождения Здесь не приветствуются папенькины сыночки, жаждущие показать окружающим свои навороченные автомобили Настоящие гонщики занимаются стритрейсингом ради любви к скорости Они могут нарушать правила дорожного движения, но не будут мешать окружающим Что же касается ДТП, то вряд ли вспомнится случай, когда разбился опытный гонщик А уж тем более стритрейсер Я, грубо говоря, катаюсь на этих ледовых трассах, да, там, или на асфальте И для меня скольжение на дороге, если я попадаю в лед, для меня это как бы обыденный случай У меня там сердцебиение практически не изменяется Обычно водитель там отпускает руль, дает на тормоз или закрывает глаза По своей сути, стритрейсинг, вынесенный за пределы специальных трасс, действительно нелегальный Кстати, именно поэтому возникло второе название уличных гонок Outlaw Race Гонки вне закона Однако сказать, что стритрейсинг – это глубокий андеграунд, уже нельзя Почти в каждом городе работают клубы стритрейсинга, а в интернете множество специализированных отечественных сайтов Что, кстати говоря, способствует продуманной организации ночных рейсов А следовательно, и безопасности как самих стритрейсеров, так и обычных автолюбителей У нас есть финиш, у нас есть отторможка, где уже машина останавливает, чтобы не готовить перед торможением Чтобы не произошло никаких случайных моментов, в которые будут произойти То есть полностью контролируются наши организаторы То есть это те люди, которые уже давно в клубе, на которых мы уверены Пилоты и их железные кони собираются на улицах ночного города по нескольким причинам Продемонстрировать свои незаурядные водительские способности Получить огромную порцию адреналина и просто нескучно провести время Конечно, в уличных гонках случаются денежные сборы в пользу победителя Но чаще всего соревнования проходят исключительно ради спортивного интереса Все-таки стритрейсинг – это хобби, а не способ подзаработать Продолжение следует... Продолжение следует...